и так ну что ж ария рума и маленькие любители покушать и это фактория с невероятным модом красторио я тут немножко за кадром поиграл я думаю никто на меня сильно обижаться за это не будет но тем не менее у меня получилось очень нехило так модернизировать по большей части базу и вся моя игра за кадром была сконцентрирована именно на этом начнем с того что у меня во первых вот вот добыча наше железо немножко модернизировалась том плане что теперь у меня здесь две буферки стоят и загружается теперь в поезд с двух сторон не думаю что это как-то очень проблематично и все нормально здесь также у меня появилась небольшая добыча меди такая же небольшая станция с двумя сторонами буферок также небольшая добывающая станция в принципе ничего нового и такая же то ли что станция действовать стоит что добавилась на здесь добавил здесь нас вот эту переплавочка наша, которая переплавляет медь и вся медь у нас идет сразу на конвейер и сразу на производственную нашу получается основную шину. А здесь у нас успешно все то, что было перенеслось, возможно как-то переделывалось. Озеро, которое здесь было большое, оно засыпалось. Также у меня вот здесь вот было производство где-то стали, по-моему, здесь оно стояло. Оно отсюда тоже переехало и переехала она как раз вот сюда. Здесь у нас появилось две станции с двумя поездами. Здесь я хочу сделать когда-нибудь поезд, который будет сюда привозить коксовый уголь и коксовый уголь будет питать все эти печи, которые будут у нас производить сталь. А железо сюда у нас как раз привозит поезд, который настроен на станцию железо дом 2 и также он будет добывать нам железо из станции железодобыча. Думаю такая автоматизация мне более чем будет полезна и вот такой вот способ производства стали мне будет в принципе хватать. Давайте попробуем его запускать. У меня в принципе здесь вот есть какое-то количество маломальского кокса. Он у нас Производится благодаря тому, что здесь у нас есть Производящий ресурс по коксу Но он очень-очень маленький Все потому, что у нас По большей части печки не спонсируется И вообще нужно модернизировать И то, что вот здесь я настроил очень-очень плохо Ничего страшного, мы модернизируем и все это освоим Сейчас мы здесь кокс спускаем В принципе, вот это вот стали производства Ничем сильно не отличается от того, что было раньше Оно примерно то же самое За исключением того, что В принципе, вот этим коксом мы топим Все, вместо того, чтобы топить углем А также кокс у нас идет на то, чтобы Эти печки содержались А соотношение печек, в принципе, у нас идет Такое, что две печки плавящих железа На одну печку, которая плавит сталь И таким вот образом у нас должны все печки Заработать и все печки должны у нас Производить необходимый нам ресурс И инструмент Все у нас пошло и первая сталь у нас успешно начала появляться И успешно пошла делаться А, ну да, естественно, я забыл сказать о самом главном Изменении Вы можете здесь наблюдать бетон, который я начал производить Производится он у нас без особых проблем Вот здесь Вот схема по производству бетона Сначала производится у нас обычный бетон А потом железобетон Все это у нас есть в огромных количествах Здесь вот железо у нас берется Также здесь обычное железо берется И руда Вода также у нас производится из этого источника И это вообще никакая не проблема Проблема лишь в том, что у нас Очень каким-то тупым способом Закончился уголь у поезда И нужно сейчас пойти его заправить Не знаю, как это получилось Но, тем не менее, это нужно исправлять в скорейшем масштабе У нас давно готова нефтянка И для продолжения всего Нам не хватает только самого пластика Пластик, я думаю, у нас не будет никаких проблем в производстве его Но, получается, для пластика нужна всего уголь и попутка Я даже думаю, знаете что, его производить не здесь Даже несмотря на то, что у нас здесь есть попутный нефтяной газ Я мог бы его не здесь производить И не тянуть бы вот сюда вот большую линию конвейеров А можно было бы где-нибудь небольшое производство по пластику поставить здесь Вот как раз у нас, насколько я знаю, здесь вот как раз есть уголь Который я мог бы зарезервировать себе в скоростных целях И этот уголь как раз использовать для того, чтобы производить пластик Я не знаю пока в каких масштабах это все нужно И сколько всего этого мне пригодится Но я думаю то, что 4 химзавода мне хватит очень надолго На самом деле, вот я сейчас бегаю И мне не нравится, очень сильно не нравится То, что мой весь инвентарь просто захламлен от слова совсем С этим нужно как-то бороться Для того, чтобы от него избавляться, нужны как ни странно дроны До которых мне очень-очень далеко Но производство пластика, как ни странно, насколько я знаю Позволит мне ускорить процесс по дронам Попутный газ у нас сюда выходит Замечательно Делаем мы выход через наши очень любимые погрузчики Сейчас это нужно как-то вот таким вот образом сюда вывести И получается сразу попадает это все дело на конвейер А конвейер у нас идет в буферный сундук То есть уже замечательно Значит у нас все это будет здесь копиться Получается энергию я даже сюда подвел Остается мне сюда бахнуть наш делитель Все, пошло производство Все супер Как нельзя лучше Насколько я знаю, тут угля нужны вот крохи Прям вот буквально крохи Но лучше я заранее каким-нибудь образом подготовлюсь И сделаю здесь небольшой момент Чтобы вот эти вот буферные сундуки, которые я здесь делал По выкачке угля из этой жилы Раньше времени не иссякли Как я вижу у нас недостаточно этих вот наших станций Для того, чтобы забить полностью линию Я бы хотел тогда в таком случае еще 4 штучки этих произвести Чтобы теперь точно удовлетворить свою потребность в этом ресурсе Я думаю с углем у нас точно проблем не будет Возможно будут проблемы с попуткой Но как только мы запустим продвинутую переработку нефти У нас все возможные проблемы решатся в одно мгновение Так, все, у нас здесь получается все идет Уголь даже у нас где-то копится Так как я уверен, что туда у нас никаким образом Попутка продолжаться не будет Здесь я все обрубаю И вот таким вот элегантным моментом У нас здесь располагается все производство пластика Пластик у нас успешно пошел производиться Даже скапливаться здесь пошел Пожалуй, часть я себе заберу даже с такой целью Чтобы произвести вот этот вот наш комплект модульной брони И я боюсь то, что настал тот момент Настал, чтобы мы начали с вами производить вот эти вот красные улучшенные электросхемы Для них нужны медные кабеля Они у нас есть Электронные компоненты Они у нас тоже есть И электросхемы Самое противное у нас здесь это электросхемы Которых здесь поп и жуй Их здесь очень-очень много у нас на линии И тем более, что там производство даже не справляются За всеми темами объемами, которые я хочу здесь производить Так что я думаю, все будет у нас в порядке Не в порядке будет лишь тот момент, что нужно организовать грамотно это все производство Оборонную, я не знаю, тут делать стоит, не стоит Здесь за кадром я немножко кусак поистреблял Они, конечно, у нас здесь есть Что у нас по загрязнению С ним у нас, конечно же, все плохо Все у нас здесь загрязняются Но кусаки как-то очень поднокровно на все реагируют Так что ничего Если что, мы с ними бороться будем Вот в таком вот режиме здесь будет, получается, стекло, кремень и пластик Может быть, немножко в другом порядке, но тем не менее И здесь мы делаем электронные компоненты Электронные компоненты я в первую очередь, конечно же, буду производить по месту И не буду их пускать на линию Так, у нас уже, получается, готово все производство Я предлагаю здесь сделать сейчас линии Кстати, я, между прочим, уже задокрафтил здесь модульную броню Ура! Дополнительные слоты Я этого очень долго ждал Мне вот этих слотов реально не хватало Ну да, очень странный способ забирания все это с нашей линии Но, тем не менее, этого нам вполне хватит Сейчас мы сюда должны, получается, вывести электроэнергию И... тадам! Производство, по идее, у нас должно пойти Медь тоже я сюда подвел И, получается, вот эти вот сейчас наши заводики будут производить успешно наши вот эти вот микросхемочки И последний компонент Не по важности, конечно же Это сами электросхемы Я просто беру вот так вот линию одну И сюда вот сразу заворачиваю Именно вся вот эта вот линия пойдет именно туда Мне кажется, самый наилучший вариант в данной ситуации Отседавая я копирую вот эту часть Ставлю ее сюда И здесь я меняю крафт на красную микросхему Все, она должна у нас создаваться Как только сюда у нас подойдет электроэнергия И можно сразу же, причем, кстати, между прочим Вот сюда вот ее выводить Все, они буквально обменялись Вон они первые наши микросхемки побежали Ура, ура, ура! Но это один завод А надо их построить здесь 16 Вот такая линия производственная стянется отсюда Я боюсь то, что вражины все-таки будут здесь нападать Так что хотя бы парочку турелей Если для сдерживания я здесь поставлю Я понимаю то, что они остановить вряд ли кого-нибудь смогут Хотя бы просто задержать И это все нужно обязательно продублировать Прямо вот обязательнейшее Это как-то чудным образом, получается, пойдет Как второй ряд конвейеров вот аж здесь Все, я, получается, здесь разметил Распроектировал, если можно так назвать Мне остается лишь в нужном объеме разместить И найти ресурсы для размещения Для того, чтобы эта вся схема у нас успешно заработала А также не стоит забывать то, что там, где у нас производятся зеленые микросхемы Не мешало бы тоже наладить производство И подвести хотя бы ресурсы необходимые Да, ресурсов нужно много, но куда деваться? Немножко я видоизменил систему подачи зеленых микросхем с конвейера Тутой Теперь она выглядит вот таким вот образом Немножко пришлось тут исхищиться Также я сделал здесь успешный буфер Все, по идее, я как минимум разместил здесь все проекты Осталось лишь такой вот маленький нюанс В виде отсутствия электричества Теперь смотрим У нас получается следующее по плану Хемические карты Кислота Пустые карты И электросхемы Пожалуй, займусь тем, что сейчас выведу в первую очередь Кислоту Именно серную кислоту На нашу основную шину А, да, конечно, я вывел серную кислоту на нашу шину У меня здесь вот производство недоконченное Конечно Все, вперед, заканчивать производство, блин Я думаю, что это вам даже смотреть не обязательно Это не самая интересная задача Дерево пошло, железо пошло И этот цех тоже у нас успешно заработал Начал там производить какие-то крохи Схем От того, что мне нужно И, тем не менее, он у нас уже проапгрейдился И уже начал успешно работать А это уже замечательно А это уже хорошо Сейчас наши дебилушки Доделают, конечно, это все И у нас точно все будет замечательно Единственный момент, который я опасаюсь То, что производства дерева не будет хватать Но Это микросхемы, если быть точным И на производство микросхем Насколько я знаю Очень-очень мало всего нужно На самом деле Так что мы все эти моменты не пережевываем И все у нас нормально будет Я настолько часто Здесь вот повторное производство Загружаю вот этих вот на самом деле Конвейеров первого тира То, что я даже здесь автоматическую сортировку замутил Чтобы экономить банально время себе Смотрите, у нас Аккумуляторов, которые здесь есть Не хватает Получается Их полной отдачи по патам Для того, чтобы Питать все то, что нам необходимо И мы пользуемся вот этими Получается, паровыми двигателями Угу Но, в принципе, по идее Сейчас, если посмотреть днем То количество энергии, которую мы производим Чисто с солнечных панелей Хватает на все наши нужды Надеюсь я И как раз, кстати, уже светает А если за 10 минут посмотреть? Угу Паровые у нас отключаются сразу же буквально По крайней мере, на часть Нет Слушайте, если верить этому графику То у нас паровые Не перестают работать То есть Вот этих вот ветряков нам мало Но я пока не хочу наращивать производство Без дронов Так что пока что Это будет как вспомогательный элемент Наращиваться это может до бесконечности, конечно же Я думаю, что в любом случае Я смогу это все Громадное количество солнечных панелей Размещать Вот в этом чистом поле Здесь ничего нет Кроме жуков Которые нам помешают рано или поздно Но тем не менее Вернемся мы все же К основной тематике видеоролика И к основному видеоролику мы вернемся Касаемо, естественно, серной кислоты И что это я начал придумывать Я не знаю Поэтому по фабрике мы считаем Четыре фабрики для синих Хватит вообще за глаза Серную кислоту мы производим В одном химическом заводе О чем может идти речь? Продолжаем расширять нашу шину Вот получается Здесь у нас становится химический завод А здесь производство серной кислоты Нам нужны, получается, карты технологические Стекло и электросхемы На пустые карты мы делаем всего один Вот этот вот наш получается Компонент Сейчас подключаем сюда электроэнергию Получается стекло выведено Красные схемы выведены Серная кислота имеется Все у нас готово Все у нас производится Стекло сейчас каким-то вот таким Очень компактным и странным способом Сюда поставляется, естественно И синие микросхемы производятся Сейчас нужно придумать способ Их выводить из наших сборочных автоматов И самое сложное, наверное, для меня будет Это придумать способ Как их поставлять В наш тот производственный цех То есть аж вот сюда Наверное, придется каким-то образом Тянуть конвейер отсюда Естественно, потом это все заменится Как только я задумаю переезд Скорее всего, как в прошлом сезоне Я пущу здесь железную дорогу Но пока не знаю насчет этого Синие микросхемы пошли А значит, нам доступны теперь Синие исследовательские различные штукенции И вот, что первое я хочу сделать Изучить продвинутую переработку нефти И думаю, что в следующей серии Мы уже этим глобально займемся Будем это изучать Но а что из этого выйдет Мы узнаем уже в следующей серии Когда мы уже начнем С полностью изученными технологиями По продвинутой переработке нефти И мы будем как раз ею заниматься И основательно, наверное, и бесповоротно Переделывать вот эту вот систему Так, чтобы она у нас Эффективно и удачно работала Ну, а пока что на этом все Всем спасибо, что смотрели У микрофона было, как всегда Ваша покорная услуга, Мамору И еще услышемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok